Сегодня делаем варенье из айвы. Для начала очищаем кожицу. Дальше эту кожицу заливаем водой. У меня вода горячая, чтобы свет закипела. Пока варится кожица, минут 15 нарежем. Ставим посуду с водой. Отжимаем туда сок лимона. Вот так вот сок половины лимона, остальное тоже закидываю туда. Почему я это делаю? Скажите, достаточно кислинки у айвы. Да, это чтобы пока варится у нас кожица, чтобы она не сильно потемнела. Также убираем сердцевину. Можно нарезать кто как хочет. Я вот так вот нарежу. И сразу кидаем его в воду. Кидаем нарезать. Продолжение следует. Кидаем в воду. И сразу подкручиваем. Кидаем в воду. Сюда нарезать. Сюда нарезать. Актер평. Продолжение следует... Все, кожица дала все, что могла. Убираем кожицу. Воду с лимоном я слила. Теперь закладываем сюда. Итак, закипело. Прошло у меня где-то 1 минута. Все, я смотрю, уже она нормальная. Снаружи немножко помягче, а внутри она еще крепкая. Все, достаем. Нельзя переваривать. Достаем сразу в холодную воду, чтобы она поскорее остыла. Пока она горячая, может еще там готовиться. Поэтому надо ее сразу остудить в холодной воде. Видите, как крупно я нарезала? Это потому, что я их вот так вот бланширую изначально. Потом буду в сиропе варить. Этот вариант получается мягкий для тех, кто любит мягкую айву. Потом буду делать другой вариант, который я очень люблю. Он покрепче, как мармелад. Теперь из той жидкости, которую мы варили, берем раз, два, три стакана. Три стакана вот этого сиропа. Айву у меня было 1,1 кг сахара. Сироп стал весь прозрачный. Видите, он уже начинает кипеть. Все, теперь закладываем сюда айву. Видите, какая она светлая? Это за счет того, что я подержала ее в воде с лимоном. Я предпочитаю всегда лимон, потому что лимонная кислота имеет небольшую такую горечь. Она посильнее. А лимон, он такой и аромат нежный придаст. И особой кислинки здесь нету, поверьте. Тем более, что воду мы слили. Вот, она светлая-светлая получилась. Вот, с момента, как закипит, будем вот так вот варить в сиропе 15 минут. Засекаем время. Прошло у меня 15 минут. Все, убираю с плиты и даю остыть где-то часа 5-6. Через 5 часов поставила снова до готовности сиропа. Ну, он у меня почти готов, мало осталось. Приблизительное время, скажу вам. Итак, проверяем. Видите, сироп тяжело падает. Линии не сходятся. Варенье готово. Прошло у меня с момента, как закипело, 10 минут ровно. Все, снимаю с плиты и разливаю по банкам. Я разлила в горячем виде. Сразу закрыла крышку. Вот, что у нас получается. Итак, повторяю рецепт. Значит, с момента, бланшируем, с момента, как закипит, я убрала практически сразу, где-то через минуту. Потому что заметила, что она уже мягкая. Зависит от сорта айвы. Есть айва, которая в сыром виде жуется. Очень легко, значит, она быстро разваривающаяся. Если айва очень тяжело жуется, прям вот душит, то она как раз-таки очень долго готовится. Вот ее, она вот как раз подходит для этого рецепта. Я долго не варила, как только закипела, я убрала. Если боитесь, если у вас айвы много, боитесь, что она разварится, то берите хотя бы половинку или целую, нарежьте, вскипятите воду, закиньте в сыром виде воду, закидывать айву не стоит. Она вообще превратится в кашу. Только в кипящую воду, в горячую. Вот, закинули, посмотрели, как только закипела. Если она мягкая сразу становится, значит, этот вариант для вашей айвы не годится. Значит, годится второй вариант, который я выкладываю. Вот, а если она твердая, через уже минуты-две, все равно твердая, значит, это годится. Потому что не забываем, что после того, как мы ее немножко проварим в воде, мы ее еще варим в сиропе. Этот вариант очень мягкий, тающийся во рту. Кому этот вариант, ну, очень многим подходит, в основном людям в возрасте. Дети любят такое мягкое варенье, да? Вот. Посмотрите. Оно буквально тает во рту. Форму она не потеряла, вот, потому что я ее готовила недолго. Сироп еще горячий, но уже, видите, он уже густой такой. Вот. Вроде все рассказала. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первый день